Эта шинель принадлежала одному из членов экипажа транспортного судна Иртыш. Оно затонуло 28 мая 1905 года вблизи японской деревушки Ваке. Шинель, а также некоторые реликвии и фотографии привезла в Москву жительница этой деревни Агава Масака. Ее предки помогли спасти с русским морякам во время Цусимского сражения. К четырем часам по полудни две шлюпки из шести, отделившиеся от Иртыша, приблизились к берегу. Моряки побросали в воду свое оружие, показывая, что они просят помощи, и направили шлюпки к острову недалеко от побережья. Однако был сильный ветер, шлюпки относило, и причалить не представлялось возможным. И в этот момент один из жителей снял с себя одежду, вошел в воду и стал звать «давай сюда, давай сюда». Тогда другие мужчины деревни Ваке тоже разделись и стали помогать вытягивать лодки. К шести вечера все 265 человек оказались на берегу. К этому моменту Иртыш погрузился под воду. Чуть позже прибыли военные и определили всех пленников на постой в младшую школу деревни Ваке. Свою часть этой русско-японской истории рассказал и Алексей Радзянко. Потомок одного из спасенных японскими крестьянами моряков Иртыша, Владимира Радзянко, родственника председателя Государственной Думы Михаила Радзянко. Буквально все 265 человек на борту спаслись и оказались на японской территории. И они, и нашедшие их сельчане были в некоторой потерянности. Не знаю, как быть, что делать, но оказалось, все вышло хорошо. Как вышло, их приняли, их лечили, их согрели, их покормили. Потомки некогда противоборствующих сторон за одним круглым столом в Доме Российского Исторического Общества. Воспоминания, фотографии, документы. История, как мозаика, складывается в единое целое. Практически все они живыми вернулись на родину. И вот сохранились списки, которые составлялись по линии Красного Креста. Я хотел бы передать вам, вот здесь в присутствии других руководителей Российского Исторического Общества, копию вот этого документа, о котором идет речь. Сусимское сражение, напротив, самая трагическая страница в истории русского флота. Из 38 кораблей погибло больше 20. Еще несколько было взято в плен или интернировано. Константин Озеров, потомок контр-адмирала Мануила Озерова, командира эскадренного броненоса Сесой Великий. Он рассказал о том, как экипаж прощался с кораблем, после того, как было принято тяжелое решение сдаться. Решение принималось очень долго, но пока все офицеры не сознали, что 600 моряков, которые на борту, их надо спасать, было принято решение, что да, они сказали японцам, что мы сдаемся, потому что безвыходная ситуация. Но для того, чтобы не спустили Андреевский флаг, специально залезал человек и закреплял наверху Андреевский флаг. Когда поднялись японцы, они на самый высокий матч не смогли снять Андреевский, но сбоку повесили свой, как бы японский. И Нойко Привол этот момент описывает, что корабль покачивался в грузу двумя флагами, то есть вот опять русский и японский, и как бы ушел на дно. Но на самом деле японцы никогда не топили свои корабли со своим японским флагом, ну или там наши корабли. Они всегда не спустили флаг, то есть он ушел с Андреевским флагом. А это фотография походной церкви в лагере для русских военнопленных в Японии. О православии в стране восходящего солнца был особый разговор. Во время русско-японской войны основатель японской православной церкви, которого сегодня почитают как святого равноапостольного Николая Японского, отказался покидать Японию. Он обратился к пастве с таким посланием. Поскольку Господь допустил войну между нашими странами, то вы должны выполнять свой долг перед страной и перед императором. Но идите на войну ради любви к своему Отечеству. И помните, что кроме Отечества земного у нас есть и Отечество небесное. Я же, в свою очередь, не могу больше молиться о победе японского оружия, поэтому у меня будет на это время келейная молитва. И во время русско-японской войны, хотя святитель оставался в Японии, но в богослужениях он не участвовал, иногда пел на клиросе. Уроженец села с красивым русским названием «Береза» Тверской области. Он посвятил свою жизнь миссионерской деятельности вдали от Родины. Перевел на японские Евангелия, основал православную семинарию, построил величественный храм Воскресения Христова в Токио. Японцы его сегодня так и называют Николай До, церковь Николая. Служба информации Российского исторического общества.